Здравствуйте, дорогие друзья! Такой выпуск, каратенечкий магнит для нарцисса. Соответственно, магнитом для нарцисса являются социозависимые люди и соозависимые люди. Социозависимые товарищи – это редкий термин, но мне он просто дико очень нравится. Вы можете не пользоваться, можете считать его вообще неправильным, потому что много где его просто нет. Просто очень удобно отделять людей социозависимые люди. Очень часто бывают истерики, то есть когда они зависят еще и от мнения окружающего, от какого-то тренда общего. И тогда нарцисс через это воздействует. И яркий пример – это секты, к примеру. Наоборот, допустим, в сектах очень часто главарь может быть вот этой секты нарцисс. Наоборот, ситуация какая? Если это локальный кто-то, такой локальный магнит, это соозависимый человек. Не социозависимый человек, а соозависимый человек. И, соответственно, вот этот вот соозависимый человек, он подвергается отдельной триггировке у нарцисса. А вот если нарциссу удается, он чувствует в себе такие силы, да, и достаточно интеллекта, ему удается добраться до социума, Конечно же, он пытается воздействовать на весь этот социум, так скажем, своими чарами и выбирать к себе, заманивать к себе в жертвы вот этих вот социозависимых людей. Это, конечно, не секты в чистом виде. Вспомните, туда же будут относиться психологические тренинги, которые в массе своей очень часто соответствуют описанию этих самых сект. Туда же будут относиться даже какая-нибудь армия. Если он набрал вот эти вот 10 там человек в командовании у него, прочим, и он может ими вот так вот специфически руководить, да, заставлять их даже в как такой транс ходить. И не забывайте, это же самооценка. То есть он должен вырастить свою самооценку за счет этого социума. Он должен унизить этот социум как-то, чтобы сам возвыситься. Ему не интересен ресурс конкретный в виде денег, да. Поэтому он может этих солдат заставлять там отжиматься голыми, там на снегу, не знаю, делать какие-то вещи. Мне вот рассказывали, что в советское время практиковалось, я не знаю, как сейчас, если меня смотрят люди, которые вот сейчас отслужили, как это происходит, напишите мне, есть такое или нет. Вот этой бляшкой били с звездой, да, еще была бляшка такая, и вроде как ей ударяли так, чтобы эта звезда на заднице отпечаталась. То есть пароли именно людей в армии за какие-то проступки. Естественно, это такой, это же не наедине происходит. Кто-то это видит, какая-то группа людей держит этого человека, кто-то его порет. Поэтому, конечно, вот нарциссы от такой порки, они будут получать удовольствие, дорогие друзья. Поэтому, соответственно, неважно, социозависимый человек или со-зависимый, он будет все равно, конечно, магнитом для нарцисса. Также социозависимый человек, он может подчиняться нарциссу не потому, что он зависит конкретно от этой личности, но нарцисс может повлиять на его положение в социуме, как бы осмеять его и так далее. И тот будет бояться, что, понимаете, он через нарцисса будет транслировать себе, якобы думать, что он транслирует себе мнение социума, и, соответственно, как бы таким образом пытаться заслужить у нарцисса какое-то уважение и где-то даже молчать на его издевки, еще что-то боясь, что он его через социум накажет. Такая вот ситуация тоже очень часто бывает. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих консультациях онлайн. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон»!